Полезные свойства корицы Палочки корицы делают из коры маленького вечно зеленого дерева, которое произрастает в азиатских тропиках. Ее срезают в сезон дождей. В наше время получили известность две основные разновидности корицы – цейлонская и китайская. Отличаются они тем, что цейлонская обладает более тонким специфическим ароматом, чем китайский вид. Широкая популярность корицы обусловлена приятным и необычным ароматом. В первую очередь ее используют для приготовления различных блюд, сладостей, в выпечке, а также при производстве парфюмерии, мыла и в косметологии. С давних времен также известны лечебные свойства корицы, благодаря содержанию в ней множества полезных веществ, а также благоприятном влиянии на здоровье человека. Аромат корицы очень приятный, пряный, теплый и завораживающий. Нередко люди добавляют щепотку этой специи в чай, кофе, горячий шоколад и получают просто божественный напиток. Особенно приятно согреться коричным чаем с лимонами и медом в холодный зимний вечер. Корица идеально сочетается не только с кофе и шоколадом, но и с грушами, яблоками. Пряность добавляют в мучные изделия, кетчупы, десерты, ликеры, соусы. Однако добавлять ее нужно в самом конце приготовления, иначе блюдо получит характерную горечь от специй. В сочетании с медом корица и вовсе незаменима. В состав корицы входят такие витамины, как А, С, группы В, В6, В12, Д, а также микроэлементы, кальций, калий, железо, магний, натрий, марганец и другие. В этой пряности содержится большая концентрация ароматических масел и тубильных веществ. Полезные свойства специи Снимает воспаление, помогает в отхаркивании, обезболивает, снимает жар, борется с грибками и вирусами, имеет спазмолитическое действие, повышает аппетит, нормализует работу печени и желчного пузыря. Улучшает функцию пищеварительной системы, улучшает кровообращение, стимулирует мозговую деятельность, нормализует уровень сахара, улучшает память и внимание. В магазине ее можно встретить в виде палочек или порошка. И в том и в другом виде корица вкусна и полезна. Для более комфортного употребления ее выпускают даже в капсулах. А если вы любите чаевничать, то всегда найдете напиток с корицей. Коричную палочку можно добавить в любой травяной чай. Приправа обогатит его аромат и создаст приятный, хотя и необычный привкус. Добавляйте в домашние сладости молотую корицу. Так вы не только улучшите вкус, но и оздоровите блюдо. Польза корицы для здоровья поистине огромна. Она может стать отличным помощником в борьбе с болезнями. Стебли коричного дерева в Индии используют как жаропонижающее, обезболивающее лекарство при почечных и печеночных коликах. Кроме того, корица увеличивает секреции желудочного сока, обладает противовирусным, антимикробным и противогрибковым действием. Экстракт коры коричника эффективно подавляет рост 15 видов болезнетворных бактерий, даже возбудителя туберкулеза. Корица полезна для сердечно-сосудистой системы человека, является хорошим профилактическим средством от появления инфаркта, особенно у пожилых людей, помогает укрепить сердечную мышцу и нормализовать кровяное давление. Понизить риск развития инфаркта поможет ежедневный завтрак с чаем и кусочком хлеба с намазанным на нем медом, смешанным с корицей. Смесь корицы с медом поистине является целебным средством, которое эффективно как дополнение к основному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Оно понижает уровень холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу и помогает переносить возрастные изменения в организме гораздо легче. Для этого достаточно просто съедать в день по одной чайной ложке порошка корицы. Можно разделить эту порцию на 4 равные части, принимать по четверти чайной ложки 4 раза. Для пожилых людей корица с медом просто необходима, как средство, улучшающее подвижность и концентрацию внимания, повышающее жизненные функции организма. Да и сам чай с корицей и медом задерживает наступление старости, если принимать его регулярно. В пожилом возрасте можно пить его 3-4 раза в день по четверти чашки. Как показывают медицинские наблюдения, в странах Азии, где в пищу употребляется большое количество специй, в том числе и много корицы, распространенность нейродегенеративных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона, меньше, чем в Европе или в США. При артрите также полезен вышеописанный чай с корицей и медом, в пропорции 1 к 2. Регулярный прием этого напитка может вылечить даже хронический артрит. Американские ученые доказали пользу корицы при сахарном диабете. Она помогает понизить уровень сахара и холестерина в крови, повышает способность организма адекватно реагировать на инсулин. Вещества, которые содержатся в корице, превосходно регулируют инсулиновый и глюкозный баланс, способствуют улучшению кровообращения. Когда уровень глюкозы в крови снижается, то и выработка инсулина стабилизируется. Кроме того, аромат корицы оказывает стимулирующее действие на работу мозга. Для этого вовсе не обязательно корицу употреблять в пищу. Даже запах этой специи может существенно улучшить мозговую деятельность, придать энергии для умственной работы. Так что совсем не напрасно хозяйки всего мира держат эту приправу на кухонных пол. Обладает корицей мочегонными свойствами, поэтому полезно принимать ее при заболевании почек и печени. Помогает очищать их и выводить лишнюю жидкость из организма. При воспалении мочевого пузыря нужно принимать 2 столовых ложки корицы и чайную ложку меда, растворенные в стакане теплой воды. Это убойная смесь для микробов, поселившихся в мочевом пузыре. Употребление корицы благоприятно влияет на нервную систему. Помогает бороться с депрессиями, беспокойствами бессонницы, улучшает память. В сборах с другими травами и специями корицу принимают при реактивных неврозах, значительном снижении памяти, для повышения умственной работоспособности, при старческих изменениях психики, рассеянном склерозе, для восстановления после инсульта, при недостаточности кровообращения, а также как средства, усиливающие лечебное действие других растений. Корица помогает подавить состояние фрустрации и тревоги, что очень важно при различных психических нарушениях. В народной медицине теплые напитки с молотой корицей советуют употреблять при простудных заболеваниях и гриппе, так как они способны облегчать дыхание и снимать отечность слизистой носа при сильном насморке, помогать укрепить ослабший иммунитет. Это хорошее патагонное отхаркивающее снадобье обладает антисептическими свойствами. Его также используют для полоскания горла при ангинах. Во время вирусных болезней прекрасно поможет горячий чай с корицей. На половину литра кипятка добавляется половина чайной ложки специи. Настаивается 15 минут. Туда можно добавить мед и лимон, когда чай немного остынет. Либо 3 раза в день принимать по 1 столовой ложке теплого меда с 1 четвертью чайной ложки корицы. Этот состав поможет вылечить почти любой кашель, освободить носовые проходы и в конечном итоге избавиться от простуды. Также полезно пить корицу с молоком. На стакан молока берем треть чайной ложки порошка и 1 столовую ложку меда. Мед необходимо добавлять в подогретое молоко до 70 градусов, но не в кипяток, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Корица обладает жаропонижающим действием, но при слишком высоких температурах может усилить головную боль. Корица оказывает очищающий эффект на организм человека, способствует выведению вредных веществ и токсинов, а также снижению веса. Механизм действия прост. Корица снижает уровень глюкозы в крови и таким образом избавляет от накопления жировых отложений. Для нормализации веса нужно регулярно пить чай на основе смеси меда и корицы, который реально уменьшит объемы и вес. Готовить такой чай следует с вечера. В горячую и кипяченую воду добавляем половину чайной ложки корицы, оставляем настояться на полчаса. Затем добавляем одну чайную ложку меда и выпиваем половину стакана настоя. Остальную половину отправляем до утра в холодильник. Утром на голодный желудок допиваем настой. Вечером делаем новую порцию. Регулярное употребление такого напитка помогает снизить вес даже самого отчаявшегося толстяка. Корица с медом не позволяет жиру накапливаться. Еще один рецепт для улучшения обмена веществ и избавления от лишнего веса. Приготовить его просто. Одну чайную ложку порошка корицы размешайте в одном стакане сока. Сюда же добавьте половину столовой ложки молотого имбиря и чуть-чуть острого перца. Огненный напиток нужно выпить сразу, не хранить. Частота приема 1 стакан в 2 дня. Можно использовать корицу как лекарство при многих желудочно-кишечных заболеваниях, при борьбе с диареей и при расстройствах желудка. Принимаемая перед едой корица, посыпанная на мед, помогает организму переваривать даже самую тяжелую пищу. Также мед с корицей снимают боли и залечивают язвы. Порошок корицы используют в борьбе с плохим запахом изо рта. Для этого каждое утро можно полоскать рот раствором корицы и меда. 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка меда на 1 стакан воды. Полезная корица при повышенном газообразовании в желудке, в метеоризме, помогает убрать вздутие и неприятные ощущения в животе. Также этой смесью можно смазать укусы насекомых, ведь средство снимает воспаление и обезболивает. Такая удивительная польза способствует тому, чтобы восточная пряность успешно использовалась в различных целях. Несмотря на большой список полезных свойств, корица может стать вредной, если употреблять ее ненормировано. К примеру, если маленькая щепотка корицы повысит внимательность памяти и концентрацию внимания, то в большом количестве эта же специя способна вызвать апатию, упадок сил и острую головную боль. Противопоказания Корицу нельзя употреблять в больших количествах. Нормой считается 1 чайная ложка для взрослого человека и половина-четверть чайной ложки в день для ребенка. Дети до 3 лет вообще не должны принимать корицу. Беременность, особенно в первом триместре, так как корица может спровоцировать выкидыш при нестабильном состоянии нервной системы, при низком уровне свертываемости крови, при приеме некоторых лекарственных препаратов, необходима консультация лечащего врача, при индивидуальной непереносимости и аллергии. Источник Интернет. Будьте здоровы!